С 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. Она должна была состояться еще в 2020 году, но ее несколько раз переносили из-за пандемии. В этом году есть три способа участия в переписи. Встретиться с переписчиком и ответить на его вопросы, заполнить анкету на госуслугах и прийти на переписной участок. Социологи выяснили, что самый популярный способ участия во всероссийской переписи населения самостоятельно заполнить переписные листы онлайн на портале госуслуги. В любом случае все анкеты остаются анонимными. Наряду со стандартными вопросами о поле, возрасте, гражданстве и месте проживания россиянам предлагается подробнее рассказать о занятости, владении языками, образовании, миграции и источниках дохода. Ко мне переписчица пришла, я ей все рассказал про себя. Чтобы знать, сколько людей живет в нашей стране, в каких регионах больше, в каких меньше, ну, наверное, чтобы распределять бюджет нашей страны правильно. Нужно, конечно, знать, сколько населения в городе, а как же, или в городе, или в России. Это же обязательно надо. Учись, наверное, наши, как скажем, возможности, какие-то перспективы выстроить в связи с этим, посчитать людей, ну, наверное, просто элементарно. Вот. Так что, да, я участвовала. А вы каким способом участвовали? Ко мне приходил переписчик. С госуслуг у меня не получилось это сделать. Цель переписи на основе полученных данных – сформировать социально-экономическую политику государства. Так, например, после проведения переписи в 2002 году появилась программа материнского капитала. Предварительные итоги всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. А по всем интересующим вопросам можно позвонить по бесплатному телефону горячей линии всероссийской переписи населения – 8 800 707 20 20, ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.